Хорошо, мы возвращаемся к тому моменту, на котором мы остановились в прошлый раз. В прошлый раз мы подняли несколько довольно интересных тем, которые в этот раз я хотел бы немного обсудить перед тем, как мы наконец-то закончили первую книгу. Собственно, темы-то две. Тема номер один – гомосексуализм и философия. Почему философия выступает против? Где философия выступает против? И кто ее союзники и кто ее противники в этом выступлении против? Я напоминаю вам, что когда я говорю гомосексуализм, вы должны думать не о сексуальной ориентации, а о практике, о педерастии просто. Никаких лобызаний, в смысле никаких страданий, связанных с однополой ориентацией, греки не испытывают. Есть какая-то разница между сексом с мужчиной и сексом с женщиной. И все. Я не хотел бы трогать эту тему подробно, потому что банально Платон высказывается более существенно и более качественно, чем ксенофонд. Более проработанно, чем ксенофонд. Но ксенофонд тоже высказывается. Давайте попробуем. 1-3-8. Это первый раз, когда мы сталкиваемся с темой гомосексуальных отношений. От любви красавцам советовал он тщательно воздерживаться. Сократ, да? А нелегко говорил он владеть собой, касаясь таких людей. Услышав однажды, что Критабул, сын Критона, Псалал Кевиадова сына... Ну, это неважно. Мы видим определенные вещи. Самая базовая из них, как вы услышали только что, Сократ советует воздерживаться от любви к красавцам. Кому он советует воздерживаться? Критабулу. Вы знаете, кто такой Критабул, поэтому тут нет никаких проблем. Проблема заключается в том, что этот диалог превращается не в диалог с Критабулом, а в диалог с ксенофондом, где Сократ дважды выходит из себя и называет его дураком, и дрянью. И ему тоже советуют воздерживаться от стремления к красавцам. Мы начинаем задумываться, как бы, понятно, почему Сократ увещевает Критабула. Непонятно, почему Сократ злится на ксенофонта. Является ли это злоба настоящей? В смысле, не разыгрывают ли они сценку? Потому что характер их диалога явно шуточный дальше идет. Поэтому мы обращаемся чуть дальше. Чуть дальше назад, я имею ввиду, и вспоминаем, еще когда такое было. Кто может вспомнить, когда Сократ призывал одного юношу воздерживаться от другого? Ефидем и Критей. Помните, Критей хочет тереться от Ефидема, как свинья о камне. Все заканчивается тем, что Сократ превращает Ефидема в своего ученика, причем через довольно болезненный и серьезный процесс, потому что Ефидем этого не хочет. Хорошо, давайте 1, 2, 29, 31. Это, собственно, когда Сократ советует воздерживаться от Ефидема. Когда мы доходим до четвертой книги, мы вдруг узнаем, что Ефидем называется Ефидем-красавец. Помните, я уже шутил на эту тему, что он красавец в смысле колосс, и поэтому люди, жаждущие прекрасного, в смысле колосс, это в то же самое, то есть в политической деятельности, это в то же самое время люди, жаждущие красавцев каким-то образом. Давайте посмотрим 2, 6, 22. Однако дружба, пробираясь через все эти препятствия, соединяет людей нравственных. Благодаря своим высоким качествам они предпочитают без затягощения владеть омеренным состоянием, чем путем войны быть хозяином всего. Несмотря на голод и жажду, они могут без горя делиться едой и питьем. Хотя им приятны любые отношения с молодыми красавцами, но они могут сдерживать свои страсти, чтобы не горчать кого не следует. Плохой перевод. Чтобы не огорчать того, кто заслуживает уважения. Кто это? Кто заслуживает уважения по умолчанию? Кто огорчается, когда видит, как два юночего обызаются? Кого не должен огорчать молодой человек? В первую очередь. Конечно, своего отца. Речь идет о отце. Они стремятся заниматься сексом с другими, с юношами, но они не должны доходить до этого в оскорблении своих отцов. Заметьте, как ксенофонт уходит от проблемы. Сократ никогда не учит уважать отцов. Он не говорит, что надо уважать отцов. Он говорит, надо уважать тех, кого не следует обижать. Почему отцы расстраиваются, когда видят, как их сыновья занимаются сексом с мальчиками, вместо того, чтобы заниматься сексом с женщинами? Почему их не расстраивает случайные связи с женщинами? Или просто связи с женщинами? Почему их расстраивают связи с мальчиками? В пире ксенофонта Критабул оказывается единственным сторонником гомосексуальных связей. Это пир 4.10.18. Когда Критабул описывает себя как красавца, и объясняет, почему связь с мальчиками хороша. Откройте, пожалуйста. У Платона происходит примерно то же самое. Там есть такой персонаж, который объясняет, почему связь с мальчиками хороша. Именно со стороны самого мальчика. То есть со стороны красавца. Заметьте, нигде Критабул не назван красавцем, но только в пире. Но пир шуточный. Везде Критабул сам бегает за мальчиками, но в пире он говорит, что все бегают за ним. Мы можем задуматься, не постарел ли он в меморабилии по отношению к пиру. То есть не превратился ли он из мальчика, за которым все бегают, в мужчину, который бегает за мальчиками. Этот разговор так приблизительно кончился. Тогда Критабул сказал. Так, я тоже скажу, на каком основании я горжусь красотой. Говори, сказали гости. Если я некрасив, как я думаю, то было бы справедливо привлечь вас к суду за обман. Никто вас не заставляет клясться, а вы всегда склеветую утверждаете, что я красавец. Склятывай. Склятывай. Я, конечно, верю, потому что считаю вас людьми благородными. Но если я действительно красив, и вы при виде меня испытываете тоже, то я при виде человека, кажущегося вы мне красивым, то клянув всеми богами, я не взял бы царской власти за красоту. Теперь я с большим удовольствием смотрю на Клиния, чем на все другие красоты мира. Я только хочу стать слепым по всему остальному, чем к одному Клинию. Клиния – это тот самый Алкивиадов сын. То есть брат Алкивиада. Противную мину. Ну, как бы, это проблема всех патриархальных сообществ. Сына называют как отца. Поэтому у отца Алкивиада есть сын Алкивиад, а есть второй сын Клинии. Сын того? У Алкивиада, который был Сократа? Это брат того. Он сын Алкивиада. Но Алкивиад младший – это, собственно, Алкивиад из... Собственно, характеристика Клиния такая. Клиний безумен. Это характеристика, которую дает Клинию сам Алкивиад в Алкивиаде первом. Клиния – это сумасшедший. Спортивный мину ночи сон за то, что я не вижу, а одни солнца я в высшей степени благодарен за то, что они показывают Клинию. Мы, красавцы, можем гордиться еще вот чем. Сильному человеку приходится работать, чтобы добывать жизненные блага. Раброму подвигаться опасностями. Ученому говорить. А красавец даже ничего не делает, всего может достигнуть. Я, например, хоть и знаю, что деньги – вещь приятная, но охотнее стал бы давать Клинию, что у меня есть, чем брать другие деньги у другого. Я хоть не был бы рабом, чем свободным, если бы Клиний хотел повелевать мною. Ну, видите, да, угроза со стороны слудострасти по отношению к воздерживанию, что у меня есть. Мне легче было бы работать для него, чем отдыхать, и приятнее было бы подвергаться опасностям за него, чем жить без опасности. Таким образом, если ты, Кали, гордишься тем, что можешь делать тебя исправедливее, то я могу более, чем ты, направлять ко всякой добродетели. Смотрите, юноша или красота юноши может направлять людей к добродетели. Тот, кто любит, становится лучше, потому что он хочет быть лучше перед тем, кого он любит, не перед остальными людьми. И это как бы преимущество, это как бы хорошо. Но есть серьезная проблема, которую мы должны обсудить, и которой мы должны противопоставить собственное утверждение о том, что однополая любовь в том числе делает любящего лучше, чем он был до появления этой любви. Все акции заинтересованы в том, чтобы их сыновья становились лучше. Это нормально. Но почему-то все акции даже слышат аргументы о том, что любовь к мальчикам делает их сыновей лучше, не стремятся или противятся этой самой любви, или, по крайней мере, неумеренной любви. Мы должны попробовать понять, почему. Давайте мы забежим вперед, и я просто спрошу у вас, какие могут быть аргументы? В плане того, что если, допустим, сильно... Ну, как бы наследник, нафиг. Хорошо, еще какие-нибудь... Какого разврата? Ну, да, как бы разврат, он и женщина разврат. В смысле, это не повестуется. А, нет, так это нормально. Ревность. Ревность – это причина убийства Сократа, конечно. Это не причина. Мы с вами это обсуждали. Обсуждали или нет? Киропедия, Тигран, Кир и Учитель Тиграна, да? Ревность – это ревность к старшим. В смысле, ревность к Сократу со стороны отцов. Ну, как называлось ревность? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ревность, из-за которой убивают, это ревность отца к другому отцу. Это не ревность к юношу. Ну, куда ваши родители-то не стали? Они не могут, там, не знаю, не хотят. Они бегают, они не бегают. Нет, за ними бегают их сыновья. Все нормально, все как надо. За отца? Конечно. Хорошо, давайте мы попробуем прочесть аргумент ксенофонта. Это экономика. Я напоминаю вам, что ни один труд ксенофонта, из которых мы брали, не назывался в соответствии с предметом. Поэтому, если труд ксенофонта называется экономика, он про что угодно, но не про экономика. Экономика 9.11. О воспитании экономки. Пока Никита Андреевич ищет, у вас, может быть, есть какие-то вопросы, замечания? Сильное меньшинство, могущественное меньшинство. Верхушка, элита. Будь это элита, но они, как правило, соединены всегда. Финансовая, политическая. Они кажутся сильными, но как меньшинство они всегда слабы. В этом смысле колокогатия, она всегда в меньшинстве. А образцовых людей никогда немного. А это значит, что по сравнению с толпой, они всегда слабы. Толпа всегда может их зададить. Это одна из проблем в соотношении общественной и естественной иерархии. Как бы мы не были совершенны, мы всегда сталкиваемся с тем, что мы слабы. В смысле, нас всегда очень мало. И нас никогда не может быть много. Нас никогда не может быть большинство. Таким образом, колокогатия должна каким-то образом существовать в ситуации, когда она должна превосходить и превосходит всех остальных, но при этом является слабейшей. Сократ предлагает Критабулу в ответ на это замечание заговор. Единственный способ меньшинства управлять большинством это заговор. Это называется заговор добрых. Если вы откроете Платона, это будет называться благородная ложь. Какие силы на то, что, например, он был умным и стадов солдат, а он все меняет, получается? В смысле, силу занимать не только как... Стадов нет, смотрите. В итоге все заканчивается именно сравнением физической силы. Потому что каким бы умным вы не были, в какой-то момент вам придется не просто приказывать, а вам придется еще и наказывать, применять силу. У меня уже не было умным, это не очень агрессивно. Хороший вопрос. 300 спартанцев, да? Но они не победили, это первое. Если мы посмотрим на Фокидида, который впервые описывает этих самых спартанцев, качественно описывает этих самых спартанцев, то первый спартанец, которого Фокидид описывает по-настоящему, первый спартанец, который действительно заслуживает звания спартанца, это Брасид. Знаете, что делает Брасид в первой морской битве с афинянами, которые спартанцы проигрывают, и надо сейчас начать новую? Он говорит спартанцам, что бог на стороне больших батальонов и их больше. Мы победим, говорит Брасид, потому что нас больше. Представляете, спартанец говорит спартанцам, что побеждает тот, у кого большее число. То есть идея о том, что побеждает квалифицированное меньшинство в прямом столкновении, в военном столкновении, она умирает во время Пелопонезской войны. И мы говорили с вами, философия рождается в рамках Пелопонезской, в рамках поражения Пелопонезской войны. Ну окей. Посчитайте потери, кто победил. В прямом смысле, кто больше потерял? И кто победил? Наоборот, у нас было больше, поэтому мы и победили. Сколько там? 22 миллиона советских граждан против 14 миллионов немцев. Хорошо. Вы нашли, давайте. В экономике мы выбрали посвящательное обсуждение. Итак, там две главы. Первая посвящена обсуждению женщины-экономки. То есть женщины не домохозяйки, а именно экономки. То есть эта домохозяйка в смысле не жена хозяина, а в смысле специальная женщина. И потом идет речь об экономе. Это мужчина, который занят тем же самым. Это не сам хозяин. В экономике мы выбрали после тщательного обсуждения женщину, самую воздержанную на наш клиент. Итак, воздержанность это ее решающее качество. От чего она должна воздерживаться? По части еды, вина, сна и общения с мужчинами. Да, этого достаточно. Помните наш лист воздержанности и посмотрите, чего нет в этом повторе. Итак, когда мы выбираем женщину в экономке, она должна быть воздержана по части еды, вина, сна и секса с мужчинами. Теперь открывайте 12 главу, 13-14. Это, собственно, эконом или управляющий? Так что же, спросил я. Только эти окажутся у нас не способны к обучению заботрости, или кроме них есть еще другие какие-нибудь? Мне кажется, отвечал Уэскамак, и людей, чрезмерно преданных любовным наслаждением, невозможно научить заботиться о чем-нибудь больше. Итак, чем о чем? Чем об этом? Чем об этом? Замечательно. Они выбирают управляющего, то есть это мужчина. И мы ждем, что, естественно, для женщины секс с мужчинами является развращающим. Чрезмерная любовь к сексу с мужчинами является развращающей. Но это просто неумеренно. Это просто неумеренность. Проверение неумеренности. Хорошо. Вы не улетайте от нас. Восстание машин произошло, да? Хорошо. Мы ждем такого же со стороны управляющего. Невоздержанность – это плохо. Обсуждают, в отличие от экономики управляющего, решающим отличием является то, что экономика занимается распределением, а управляющий занимается управлением людьми. Это очень важно. Какой человек может управлять другими людьми? Итак, давайте продолжим. Научить заботиться о чем-нибудь больше, чем об этом. Нелегко найти надежду или заботу приятнее, забота о любимом мальчике и наоборот. Там дальше больше ничего нет. Когда речь идет об управляющем, речь идет не о стремлении к сексу как таковому. Не о неумеренности в сексе, а о неумеренности в сексе по отношению к мальчикам. Чувствуете разницу, да? Почему это так? Давайте мы с вами сейчас зададимся решающим вопросом. В чем разница между сексом с мальчиком и сексом с женщиной? А может ли это место быть, если бы иерархия нету? Свободная и женщина? Нет, я имею в виду между мужчинами и мальчиками. Нет, ну да конечно, иерархия есть, но между мужчинами и женщинами она тоже есть. Ну вот это как бы акт верифицирует, так скажем. Нет, 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 нет. Не надо. Не уходите туда. В чем решающее различие между сексом и женщиной? Потомство от женщинами. Конечно. И собственно Никита Андреевич уже об этом говорил. Все довольно просто. Если управляющий занимается сексом с мальчиками, секс с мальчиками никуда не ведет. Он ведет только к увеличению секса, к продолжению секса с мальчиками. Секс с женщиной ведет к потомству. Это очень важно по одной простой причине. Речь сейчас не об экономике, а о политике в широком смысле этого слова. Каков долг гражданина? Долг гражданина защищать свое отечество, быть в строю, стоять в строю с копьем и щитом. Наступает момент, когда гражданин естественным образом теряет способность это делать, когда он стареет. Но долг гражданина остается на месте, иначе бы он перестал быть гражданином. Как гражданин выполняет этот долг? Он ставит на свое место такого же человека. Он ставит на свое место своего сына. Таким образом, долгом мужчины является, гражданским долгом мужчины, то есть политическим долгом мужчины является прокреация. И прокреация возможна только в случае с женщиной. Секс с мальчиком не делает управляющего лучше, он делает управляющего хуже, по той простой причине, что управляющий просто придается невоздержанности. Секс с женщиной делает его лучше, потому что секс с женщиной ведет к появлению мальчика, готового стать второй. И что еще важнее, секс с женщиной делает управляющего патриотичным. Дети делают людей патриотами, потому что убежать одному гораздо легче, чем убежать с ребенком на руках. И в этом смысле, если у вас есть ребенок, вы никуда бежать не будете. Будете защищаться до конца. Точно так же, как земля, по сравнению с деньгами, делает обладание землей, а не обладание капиталом, делает людей патриотичными. С точки зрения как античных классиков, так и некоторых современников. Точно так же обладание детьми делает людей более патриотичными, чем обладание мальчиками, в смысле просто секс с мальчиками. Политика заинтересована. Политическое сообщество заинтересовано в прокреации, поэтому политическое сообщество не заинтересовано в распространении гомосексуальных отношений. В этом смысле совет Сократа, ты, конечно, занимайся сексом с мальчиками, но не обижай отца, заключается в том, что отец заинтересован уже во внуках. В смысле отец заинтересован в том, чтобы ты, в том числе, во-первых, выполнил свой гражданский долг, а во-вторых, выполняя его, стал патриотом. Здесь философия и политика в какой-то момент сходятся в одной точке. Почему-то философ, в данном случае Сократ, готов защищать политическую точку зрения, в смысле готов защищать ту точку зрения, которая сохраняет общество. Мы должны задаться вопросом, нет ли других ситуаций, при которых философ и политик объединяются не в смысле совпадения лица, а в смысле совпадения, если не целей, то хотя бы секс. Да. Я хотел сказать, что я не совсем согласен с моим, что секс женщины обязательно будет какого-то подобного. Есть проститутки, есть противозачаточные, даже мальчишные грехи. Возможно, мы будем в отдельном сексе женщины и не имеем никаких детей вообще. Если мы будем говорить о классической политической философии, то, естественно, разговора противозачаточных вы нигде не найдете. Секс женщины и с использованием противозачаточных – это неестественный секс. А секс проституток прежде. Я даже не знаю, что вам ответить, потому что нам надо посмотреть не на проститутку, а на гитеру. Кала-кагатия не сходится с проститутками, она сходится с гитерами. Но гитера производят потомство. Более того, помните, что это античная Греция, а это значит, что абсолютно нормально, если вы скажете, что ваш незаконно рожденный сын может унаследовать ваше имущество. То есть секс с гитерой, от которой получаются незаконно рожденные дети, это все равно дети, которых вы можете признать. Они могут наследовать имущество, но не права гражданина. Они могут наследовать имущество, и в исключительных случаях они могут наследовать права гражданина. Вспоминайте Перикла-младшего, сына Перикла, который от своей гитеры... Помните, у Перикла было два сына, и третий зачатый от гитеры. И два сына умерли во время чумы. И Перикла обращается к народному собранию и говорит, вот мой сын незаконно рожденный, но у меня нет других детей, дайте ему гражданство. И народное собрание дает ему гражданство. Помните, что это за гитера? Она не гражданка. Поэтому его женой она как бы стать толку от этого не было. Да, значит, я сразу скажу вам, что в этой паре Аспасия-Перикл, муж это Аспасия. Это очень важное замечание для нас с вами. Позднее, когда мы встретимся с Феодотой, и Феодота будет клясться Зевсом, то есть будет мужиком в доме. У нас будет пример. Это Аспасия. В паре Перикла-Аспасия, мужик это Аспасия. И она бьет Перикла и заставляет его учить его речи наизусть, и пишет для него речи. Но это другой вопрос. Несколько другой. Хорошо, еще как идите? По поводу патриотизма. Из того, что я услышал и понял, если он, ну, не знаю, на этом акцент. Получится так, что речь идет по большей части о патриотизме, связанном с определенной безысходностью. То есть, вот, как бы, земля, дети, это не то, что связано с честным глобом, а именно с преданностью в идее или государства. А с тем, что, вот, как бы, у меня есть и семья, да, поэтому я не могу бы убежать, поэтому... Придется остаться, да, 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 да. В экономике вы можете, есть отдельная глава, где, собственно, которая посвящена земледелию и тому, как земледелие делает людей лучше. В смысле, учит их справедливость и учит их, защищает собственную землю. Помните, я мог бы сказать вам что-то типа, люди враги всяких трудных предприятий, поэтому они скорее побегут, чем останутся, но если есть то, ради чего остаться, в смысле то, что они могут убежать вместе с вами, придется оставаться, что-то ценное. Но я скорее скажу, что одно другому не мешает. То есть, даже патриота можно сделать еще более патриотичным, если сделать его еще более богатым. В смысле, ваши нравственные качества могут только усилиться от рождения ребенка, благодаря тому, что он прибавит вам еще немножко партизм, еще немножко мотивации защищать ребенку. Но если у вас нет никакой мотивации, то ребенок и станет этой мотивацией. Или земля, скажем. Собственно, тема гомосексуализма, конечно, должна затрагиваться шире, и надо брать Платона, и надо брать платоновский пир, и надо смотреть, почему там философия выступает против гомосексуальных отношений, против отношений с мальчиками. Видите, ксенофонд немного поверхностнее, немного проще, но в то же самое время он гораздо сложнее, потому что, притворяясь простым, он заставляет нас поднимать более серьезные вопросы. Хорошо, мы затронули эту тему, мы потом к ней, может быть, вернемся. Мы точно вернемся к Аспазии, если дочитаем до Феодоты, то есть не вернемся никогда. Поэтому мы должны вернуться снова ко второй теме, которую мы затронули в прошлый раз, которая гораздо более глубокая. Проблема Сократа и отсутствие денег, в смысле отказа Сократа брать деньги за обучение. Эта проблема более глубокая, потому что то искусство, которое отвечает за получение денег, именно потому что это отдельное искусство, оказывается претендующим на то место, которое как бы занято философией, или на которое, по крайней мере, претендует философия. Давайте попробуем разобраться. Один, два, шесть, восемь. И коростолюбцами он делал свои собеседники. Под всяких страстей он прощал их. А те, кто желал общения с ним, не брал денег. В таком бескорыстии он видел заботу о свободе. Итак, ксенофонт. Давайте я попытаюсь встать. Один, два, шесть, восемь. Сократ не берет денег. Сократ не берет денег. Объяснение простое. Значит, не берет денег сам и не советует другим. Там это было. Значит, причина... Заметьте, эта причина установлена, сказанная открыто. Свобода. Давайте. Один, два, шестьдесят, шестьдесят один. Сократ, как всем было известно, был другом народа и любил людей. Много было людей, усердно искавших общение с ним, и в Афинах, и за границей. Но он ни с кого не требовал платы за свои беседы, но со всеми щедро делился своими сокровищами. Некоторые из них дорого продавали другим, то немного, что получили от него даром. Ну, прочтите, не шестьдесят, а пятьдесят девять с самой его кушкой. И самый конец, в смысле. Значит, пока вы ищите. Сократ не брал денег. Смотрите, здесь Сократ не брал денег, потому что он заботился о своей свободе. В смысле, тот, кто дал ему денег, с тем Сократ обязан разговаривать. Логично? Здесь вдруг Синополь говорит, что Сократ не брал денег, но учил всех, кто хотел с ним разговаривать. Включая иностранцев. А один иностранец включился? Нет. Сократ не берет денег, чтобы не учить всех, кто хочет с ним разговаривать, говорит Синополь. Затем он говорит, Сократ не берет денег, но учит всех, кто хочет с ним разговаривать. Причину этому? Феонтолопия. Отношли? Ну, Сократ этого не говорил. В таком случае он думал, он и ему самому пришлось бы быть битым. Он говорил, что людей, ни словом, ни делом, не приносящих пользу, не способных помочь в случае надобности ни войску, ни государству, ни самому народу. Особенно, если сверх того, они еще и наглые, необходимые, всячески обуздывают, как бы богаты они ни были. Напротив того, Сократ, как всем было известно, был друг у народа, любил людей. Да. Вот это вот любил людей, это в оригинале Феонтолопия. Хорошо. 1, 6, 5. Снова, Сократ не берет денег. То ли, что я не беря деньги, не обязан говорить, с кем не хочу. Ну, прошу прощения, 1, 5, 6. А уже потом 1, 6. 1, 5. Да, на 5 у вас заканчивается, но это потому, что издание кривое. Просто читайте дальше. Не следует ли каждому проникться убеждением, что в воздержании есть основа добродетели, его прежде всего запасти в душе. И действительно, ты можешь без него приобрести какие-нибудь полезные знания или достигнуть упражнения значительного навыка в них, такой раб чувственных наслаждений не ведет до позорного состояния тела и души. Мне кажется, клянусь Герой, свободный человек не желает получить такого раба, а рабу таких наслаждений следует молить богов о том, чтобы ему получить хороший господ. Лишь в этом случае такой человек может спастись. Такие беседы вел Сократ, но в делах он высказывал еще более воздержание, чем на словах. Он поборол себе не только страсть к чувственным наслаждениям, но либо к деньгам, потому что держался мнение, кто берет деньги от первого встречного, то делает его своим господином и впадает в рабство. Да, достаточно. Сократ не берет денег. Причина рабства. Заметьте, что причина свобода и причина рабства это две разные причины. Желание быть свободным и нежелание попасть в рабство это два разные желания. Желание не попасть в рабство. Два разные желания. Если вы хотите самый простой способ разделить, это классическое деление свобода от и свобода для. Один, шесть, пять. Так давай посмотрим, что тяжело нашел ты в моей жизни. Не то ли, что я не беря денег... Это разговор с сетепом. Не то ли, что я не беря денег, не обязан говорить, с кем не хочу, тогда как берущим деньги по неволе приходится исполнить работу, за которую они получили плату. Да, Сократ не берет денег. Причина справедливости исполнения контракта. Рабственный контракт это две совершенно разные вещи, хотя бы потому, что рабство не входит в контракт. Рабство не контракт. Вы не договариваетесь с слабым, что он будет слабым. Он просто им оказывается. Один, шесть, тринадцать. Антифонд снова нападает. Сократ снова защищается. Сократ на это отвечал. Антифонд, у нас принято думать, что из красоты и знаний можно делать равное благородное и густое употребление. Так красоту, если кто продает за деньги кому угодно, того обзывают распутником. А если кто знает, что его любит человек благородный, хорошее дело от этого человека своим другом, то мы считаем его мрастным. Этого достаточно. Общепринятое отношение к труду. Отношение к труду. Общепринятое у вас, у меня просто отношение к труду. Труду в смысле труду за деньги. У нас не принято делать что-то за деньги. Заметьте, это шестая глава, это разговор с антифондом. Синафон не приводит в своей аргументации этих аргументов, которые Сократ приводит антифондом, когда антифонд нападает, почему ты не берешь денег. Мы вернемся к этому вопросу, но только, когда отберемся еще немножко вперед. А 1,74. Точно так же доказывал он, невыгодно считаться богатым, храбрым, сильным, не будучи таковым. К ним предъявляют требования, говорил он, превышающие их силы. Если они не могут их исполнить, но считаются достаточно способными, то снисхождение они не получат. Мошенниками называл он немалыми того, кто получает от колонии с его согласия деньги. Этого достаточно. И не выполняет то, на что согласился. Смотрите, здесь выполнение контракта причина, по которой Сократ не берет деньги. А здесь причина невыполнения контракта. Это снова разные причины. Тот, кто выполняет контракт, не считается преступником. Тот, кто не выполняет контракт, считается преступником. Вот вам простое деление. Это снова говорит Сократа Никсинафон. 2.8. Разговор с Ефремом о выборе работы. Ефрем говорит, что меня никто не берет, мне придется работать руками. Возвращаемся назад. Свободному человеку не пригоже работать руками за плату. Свободный человек не нанимается в наемный труд. Вся глава заключается в том, что Сократ убеждает Ефрема, что нет никакой проблемы в том, чтобы работать за плату. То есть, что общепринятное мнение о том, что работа за плату – это рабская работа или приравнивающаяся к рабской работе, Сократ убеждает Ефрема, что это не так. Да, да. Только наше бать, он уже его переубеждает, что он должен заниматься биографическим, физическим. Потому что это не только родник биографическим. Ага. То есть, он за умственник, но он не по физическим. Мы дойдем до этого. Он как раз за физическим. Потому что Ефрем не способен на умственник. Нет смысла убеждать вруччика в том, что он должен омладеть лучшей математикой и стать инженером. Есть смысл убеждать вруччика, что он должен с этим, что нет никакой проблемы в том, что он работает вруччиках. Но мы дойдем до этого. Спасибо, что мы... Итак. Мы видим проблему. Проблему в аргументации. Смотрите. С одной стороны, эта аргументация всегда двоякая. Но она как бы двоякая. Тот, кто не берет денег, заботится о своей свободе. В смысле свободе говорить с кем хочет, когда хочет. Тот, кто не берет денег, заботится о том, чтобы не попасть в рабство. В смысле, говорить с тем, с кем он не хочет. Тот, кто не берет денег, заботится о том, чтобы не иметь обязательств выполнять трудовой договор. И, не выполняя его, становиться преступником. И тот, кто не берет денег, следует общепринятым нормам. У нас остается один вопрос. Вот этот вопрос. Мы должны постепенно избавляться от неважных вещей. Первое, что мы делаем, выбрасываем вот эти два аргумента очень просто. Это софист-антифонд нападает, и софист-сократ защищается от софиста-антифонда. Почему Сократ на вопрос антифонда, на два вопроса антифонда, если такой умный человек такой бедный, в смысле, почему ты не берешь денег, отвечает антифонду, потому что я не хочу выполнять социальный контракт или просто контракт. И потому что приличные люди думают, что работать за деньги – это плохо. Ответ очень простой, потому что антифонда есть софист. И он выполняет контракт, и он знает, что работать за деньги – это плохо, но продолжает работать. То есть, когда Сократ отвечает антифонду, это не ответ Сократа, почему он не берет денег. Это обвинение в сторону антифонда, которое заставит антифонда замолчать. Не я из нас двух ненормальный, а ты ненормальный. Потому что ты поступаешь против того, как положено свободному человеку, и ты должен выполнять социальный контракт. А не выполняя, ну просто контракт, а не выполняя его, оказываешься мошенником. Когда ты берешься учить кого-то за деньги, переключаешь контракт. А когда ты не можешь этого сделать, потому что твой ученик, например, дурак, ты не выполняешь этот контракт. Ты заваливаешь этот контракт и становишься мошенником. Ответ Сократу антифонду понятен. Следующий момент. Из этих трех аргументов рабство и свобода зажимают центральный, самый странный. Заключительность его заключается в том, что, во-первых, тут Сократ говорит, что Сократ говорит со всеми, кто хочет с ними разговаривать. Хотя тут и тут говорит прямо противоположное. И приводя причину, по которой Сократ не берет денег и разговаривает со всеми, ксенофон называет филантропию. Является ли филантропия причиной, по которой Сократ говорит со всеми? В смысле, может ли филантропия быть такой причиной? Кто любит кошек? Давайте. Кто кошек? Вернемся к этому вопросу. Отлично. Включайте интернет. Там рыжий котик прыгает за этой самой, за удочкой. Смотрите. Ролик заканчивается, у вас стоит автопроигрывание. Идет следующий ролик. Там серый котик прыгает. Смотрите. Смотрите. Дальше. Там маленький котик прыгает. Смотрите. То же самое филантропия. Со всеми говорит Сократ, потому что все люди интересные. В смысле, это рыжий котик, это серый котик, это маленький котеночек, это там кастрированный кошар, это толстый, этот гигантский, этот растягивается, этот прыгает, но не получается и падает головой, значит, в этот самый. Этот не приземляется на четыре лапки, этот приземляется. В общем, сплошной YouTube весь день на автопроигрывание. Почему Сократ не берет денег? Может ли филантропия являться причиной, по которой Сократ, несмотря все эти ролики с котиками, еще и не получает деньги брать? Он же сам, как раз с этим... Давайте остановимся на филантропии. Ну, да, он испытывает удовольствие. Ну, это понятно. А деньги-то здесь. Смотрите, вы и удовольствие испытываете, и деньги зарабатываете. Или если котиков деньги не берут? Нет. Ну, в смысле, это не повод. Вам просто никто не дает. Это не повод не брать. Да. Мы выгласили социальный контракт. В смысле, социальность исполнения контракта. Отдельно уже этот идет. Да. Возможно, как вариант, то, что пока он не ведет деньги, он может разговаривать с теми, с кем хочет. Нет-нет-нет-нет-нет. Ровно столько, сколько хочешь. Вот. Да? И в любую, как бы, в любую секунду он будет прервать общение, да? И перейти, там, не знаю. Прыжим к котику, да? Я понял. Я понял. Но это снова рабство и свобода. Это не филантропия. Так. Какого это было? Нет. Смотрите. Псенофон говорит, Сократ не берет денег, потому что хочет оставаться свободным. Мы понимаем, логично. Псенофон говорит, Сократ не берет денег, потому что не хочет попадать в рабство. Мы говорим, логично. А потом он говорит, Сократ не берет денег, потому что филантропия. Не терпить, порчить, это свободно. Нет. Можно, если не берете с них денег. А что если он, скажем, патриот своего государства, его задача, как бы его, допустим, он так или иначе, ну он же все равно с гражданами общается. И каждому обучить. В том-то и дело, что, во-первых, ксенофонд четко говорит нам, что Сократ не смог обучить юношей, не смог остановить возложение, и это провал. То есть в своей миссии он провалился. Во-вторых, ксенофонд нам прямо говорит, что мотив свобода и мотив желания остаться свободным и мотив желания не попасть в рабство это мотивы, по которым Сократ не говорит совсем. Не-не, это все говорит ксенофонд о Сократе. То есть если здесь это диалог, если здесь это говорит Сократ и здесь это говорит Сократ, то здесь это говорит, то есть три аргумента это аргументы самого ксенофонда. То есть тут Нет, Сокла отговорил. Нет, есть я думаю. Мне кажется, я считаю. Вот решающий вопрос для меня, это как филантропия связана, как интерес с котиками связан с тем, что вы не берете с котика деньги за просмотр. Я пока не услышал от вас хорошего и подходящего варианта. Хорошо. Мы должны двигаться дальше, в том смысле, что мы должны задаться более широким вопросом. Чуть-чуть еще. Хорошо. Более широким вопросом. Этот широкий вопрос заключается в том, почему философия и экономика не могут сойтись. Давайте попытаемся оттолкнуться от контракта, чтобы, ну и, соответственно, свободы, рабства, чтобы нам было просто и понятно. И даже от общепринятого представления о том, что работать за деньги это плохо. Что это не пригожа свободному человеку заниматься трудом за деньги. Начнем немножко издалека, чтобы было просто. Греки презирают труд. Даже если результатом труда является великое произведение искусства, статуя, картина, книга, которой можно гордиться, сам труд по себе не имеет никакого свойства гордости. Нельзя гордиться трудом. Какой вам пример привести? Вы можете гордиться своим сыном, но вы не можете гордиться тем процессом, в ходе которого вы создали этого сына. То есть, грек может подвести своего сына к другому греку и сказать, смотри, какой классный. Но он не может подвести свою жену к другому греку и сказать, у нас вот такой вот суперсын, это потому что мы ночью 31 декабря вместе, значит, и описать процесс. Нельзя гордиться трудом. Только результатами труда. У нас есть подтверждение хорошее и у Аристотеля, и, по-моему, у Путарха этому делу. Почему? Потому что очевидно, что труд – это то, чем человек не хочет заниматься. И занятие трудом есть результат принуждения. Ну, собственно, кто занимается трудом, рабы занимаются трудом. Поэтому всякие, кто занимается трудом, занимаются и в результате принуждения. В этом смысле даже произведение искусства есть результат принуждения. Сократ ничего не создал, он ничего не написал. Самый труд, что ты любишь, там, в море, там, в принципе, там, в ритуале. В воздержании, там, типа, что холода, жреть, ну, трудиться много. Да, да, да. Способность переносить труд – это не то же самое, что любить труд. Потому что иначе можно было бы сказать, что так как Сократ может переносить пьянство, то он любит пьянство. А если во время процесса он получает, допустим, наслаждение от этого труда, то наслаждение – это тоже факт принуждения? Хорошо, это хороший вопрос. Можно ли получать наслаждение от труда? Нет. Если ты, допустим, пишешь свою книгу или рисуешь картину, то это все наслаждение. Смотрите, хорошо, хорошо. В процессе койтуса вы получаете наслаждение. Вы можете этим гордиться? В процессе. Саития. С женщиной, в ходе которого вы делаете ребенка, которым вы можете гордиться, вы когда своего сына подводите, будете подводить к отцу или к другим приятным мужчинам, и говорите, смотрите, какой красивый получился. В общем, в случае, да. Так вот, не в этом случае, а это хороший пример того, как в целом... В случае не абсуртизируют все другие. Пример ничего не объясняет. Пример показывает. Точно так же, как вы можете получать удовольствие в ходе труда, это все еще постыдное удовольствие. Потому что сам труд по себе постыден. Вы заставили себя что-то делать. Вы подчинились кому. Да. Ну, а можно сразу цитатой отвечать, что вы... И сегодня нет постыдной работы, постыдной недели. О, подождите, подождите. Вы же приводите пример, как Сократ убеждает прекрасного мужчину, что работать руками можно. Вы торопитесь. Во-первых, мы дойдем до этого момента, и надо будет объяснять отдельно, зачем Сократ цитил Югисио. Во-вторых, помните столкновение философии и поэзии. Да. Происходит ли здесь у нас раскрытие понятия свободы под аргументом, и остальное все наслаждение? Можно было бы так сказать, но свобода и радство – это две стороны одной медали. Мне кажется, они равны более-менее. Ну, это значит, свобода, да, что взбивать, что у них входит. Ну, социальный контракт, филонтропия. Мне кажется, мы четко видим, да? Это аргументы ксенофонта, а все остальное – это уже не аргументы ксенофонта. Хорошо. Давайте немного двигаться дальше. Итак, труд – это плохо. Это мы поняли. Трудиться – это плохо. Это мы поняли. Кто из свободных людей занят трудом? И ради чего? Из свободных людей трудом заняты в первую очередь ремесленники. Ради чего они это делают? Ну, конечно, ради денег. И здесь возникает следующая проблема. Врач не лечит вас ради вашего здоровья. Цель врача – не ваше здоровье. Цель рулевого – не довести вас до гавани. Цель сапожника – не делать сапоги. Смотрите, мы возвращаемся обратно к телеологии. Мы предполагаем, что если у вас одна цель и одно занятие, к которому вы предрасположены, вы, потратив на это занятие всю жизнь, будете в нем идеальны. Или близки к идеалу. Помните, как у Платона – одна душа – одно занятие. Все просто. И в этом царское искусство. Узнать душу и приписать ей занятия. То есть, философская часть – узнать душу. Царская часть – приписать ей занятия, которые ей соответствуют. Если в это дело вмешивается новое искусство – экономика, то оказывается, что врач не занимается врачебным искусством. В смысле, его цель – не вылечить вас. Рулевой не занимается искусством рулевого. Его цель – не довести вас до гавани. Сапожник не занимается искусством сапожника. Его цель – не сделать для вас сапоги. У них у всех одна и та же цель – заработать деньги. И то, чем они занимаются, они на самом деле занимаются с целью заработать деньги. Иными словами, перед вами не врач, сапожник, рулевой. Перед вами экономист. И снова экономист. И еще один экономист. И новый экономист. И экономист, экономист. Все вокруг экономисты. В этом смысле, хотя души разные, все занимаются одним и тем же искусством. Искусством наживания денег. Если это действительно так, то оказывается, что все искусства, все остальные искусства подчинены искусству наживания денег. Или что экономика является искусством искусств. Что подлинное искусство, подлинное человеческое искусство – это экономика. С экономикой есть проблема. Во-первых, философия претендует на то, чтобы быть искусством искусства. И определять иерархию искусства. Какое искусство является низким, какое высоким. Экономика это делает 100%. Как отличить высокое экономическое искусство от низкого экономического искусства? Очень просто. Сколько денег оно приносит? То есть качать нефть это высокое искусство, качать воду из колонки это низкое искусство. Стирать в стиральной машинке это низкое искусство, стирать в отмывании денег это высокое искусство. Как мы определяем человека преуспевшим в экономическом искусстве? Очень просто, он богат. Нет ничего сложного отделить нищего от богача. Даже по внешнему виду, даже слушать не надо. Достаточно просто взглянуть. И тут вперед выходит философия. То есть Сократ, то есть нищий, с оборванным плащом, без сандалий, не мытый, не стриженный, грязный, вшивый, старый, уродливый мужик. Как он будет доказывать, что философия является превосходящей экономической искусствой? Как он будет доказывать ничтожность экономического искусства? И тут мы с вами должны будем найти на проблему, о которой мы очень коротко говорили, на центральную проблему классической политической философии – соотношение естественной и общественной иерархии. Бороться против общественной иерархии, выставить против общественной иерархии, что можно сделать против общественной иерархии, что философия делает? Она выставляет иерархию естественной. И естественным образом этот самый грязный, вшивый, уродливый мужик оказывается вершиной естественной работы. Мы должны подумать или посмотреть, как это происходит. В чем проблема с экономикой? Проблема с экономикой в том, что она зиждется на деньгах. Вы зарабатываете деньги, но деньги являются, и греки об этом знают, и всякий живой человек об этом знает, результатом конвенции, то есть результатом соглашения людей с людьми. Причем не просто результатом соглашения каких-то людей с какими-то людьми, а результатом соглашения большинства. То, что является результатом соглашения большинства, не может быть хорошим по определению, по понятным причинам. Таким образом, деньги, как результат конвенции, уже являются сомнительными, и значит искусство, которое преследует деньги, то есть преследует результат плохой конвенции, является сомнительным. Чтобы обозначить эту проблему, мы переходим к экономике. Экономика 11.3.6. Как Сократ находит на эту проблему или описывает эту проблему? Естественно, Сократ Ксенофонт не может удержаться, он описывает ее шуточно, причем это настолько плохая шутка, что даже собеседник Сократа, тупой, из комах, понимает, что это шутка. Хотя в 90% случаев, в 99% я бы даже сказал, он никогда не видит шутки Сократа, эту шутку он видит. По какому же праву, отвечал я, я стал бы исправлять такого идеального человека, когда я к тому же, по общему мнению, пустой болтун, занимающийся измерением воздуха. Это прям цитата из Аристофана Облака. И что является особенно бессмысленным обвинением, называясь бедным. Да, смотрите, значит, Сократ не говорит, что особо бессмысленное обвинение это обвинение физики и риторики, пустой болтун, измеряющий воздух. Особо тупое обвинение это обвинение в бедности. Конечно, эскамак, я бы был в полном отчаянии по поводу такого обвинения, но на днях я постучал лошадь иностранца. Итак, все от все, говорит Сократ. Действительно, обвинение в бедности это самое страшное обвинение, которое искусство искусств может бросить в отношении философии. Наш софист-антифон бросает ведь то же самое обвинение. Если ты такой умный, то почему такой бедный? Итак, Сократ видит лошадь, вокруг которой собралась толпа. И толпа что-то обсуждает. Лошадь, очевидно, называется хорошей. Это отличная лошадь. И толпа говорит, смотрите, какая отличная лошадь. Сократ подходит и спрашивает. Много ли денег у лошади? Он взглянул на меня, как даже на сумасшедшего, раз я предлагаю такой вопрос. И сказал, как же у лошади могут быть деньги? Отличный вопрос. Если лошадь отличная, то экономическое искусство предполагает, что она богатая. В смысле, вы не можете быть хорошим человеком, если вы не богатый. Соответственно, лошадь не может быть хорошей, если она не богатая. Но лошадь не может быть богатой. Разве тут не такой специалистический прием? Это же шутка, помните. Но сейчас мы дойдем до проблемы. Давайте. Тут я воспрянул духом, слыхав, что позволительно стало быть и бедной лошади быть хорошей, если у нее душа от природы хорошая. Так вот, ввиду того, что и мне позволительно быть хорошим человеком, расскажи подробно о своих занятиях. Попробую я отследовать вам пример в том, что смогу усвоить себе из своего рассказа. Начну с завтрашнего дня. Это счастливый день, прибавил я, чтобы вступить на путь добродетели. Ну, естественно, и Сократ обещает, что он станет как Искамах с понедельника. И Искамах понимает шутку, правильно? Да, дочитайте шутку, что он понял. Хоть ты и шутишь Сократу. Этого достаточно. И Искамах понял, что это шутка. Что с понедельника Сократ начнет быть как все, а это, конечно же, шутка. Вот какая проблема. Конвенциональная иерархия и конвенциональное решение делает богатых людей лучшими. В результате чего экономика становится искусством искусства. Это взаимосвязанные вещи. Вы можете сказать наоборот. Экономика становится искусством искусства. Экономика является искусством искусства. Поэтому тот, кто преуспевает в экономике, преуспевает в жизни. Сократ не преуспевает в экономике. Поэтому Сократ должен объяснить нам, что-то выставить против экономического успеха. И против конвенции Сократ, естественно, выставляет естественное совершенство. В отличие от денег, сам по себе человек является не результатом конвенции, а результатом естественного, результатом природы. В этом смысле природа предназначила человека к определенной цели, какой мы не знаем. И очевидно, что чем лучше человек выполняет эту цель, смотрите, лошадь, которая хороша. Это какая лошадь? Ну, например, не хромая, например, не маленькая, например, быстрая. Например, природа приговорила лошадь к тому, чтобы быть быстрой, поэтому чем она быстрее, тем она ближе к естественному совершенству. Поэтому даже люди ходят вокруг нее и восхищаются, какая классная лошадь. Соответственно, у человека тоже есть естественная цель. И если мы сможем определить эту естественную цель, мы сможем легко и без труда построить иерархию людей. Те, что ближе к естественной цели, те выше на этой иерархии. Те, что дальше от естественной цели, те ниже на этой иерархии. Классическая проблема классической политической философии заключается в том, что классическая политическая философия очень быстро обнаруживает эту иерархию и очень быстро понимает, кто стоит во главе этой иерархии. Естественно, во главе этой иерархии стоит сам философ. Проблема заключается в том, что философ никак не может встать во главе общественной иерархии. Таким образом, естественная иерархия все время противоречит друг другу. Люди, которые ни при каких обстоятельствах не должны оказываться во главе, все время оказываются во главе. Впрочем, другого и не может быть в общественной иерархии. Вопрос, как соединить общественную и естественную иерархию, это вопрос государства платоновского. И ответ на него очень простой. Ни при каких обстоятельствах нет. Таким образом, встает новый, более существенный вопрос. Если соединить общественную иерархию и естественную иерархию нельзя, то есть если нельзя достичь идеального государства, которым управляются они философы, если хотите, как быть философом? Какой план Б? Какова запасная стратегия? Ну-ну-ну, не торопитесь. Мы точно знаем, что эта запасная стратегия не заключается в том, чтобы стать во главе общественной иерархии любыми средствами. То есть не разбогатеть и не пойти в политику. Если естественная цель и цель конвенциональная противоречит друг другу, то чем дальше мы от конвенциональной цели, диалектической, тем ближе мы к естественной. Соответственно, чем мы беднее, тем ближе должны быть мы к естественной цели. Нет более бедного афинянина, чем этот бородатый, старый, уродливый, грязный, вшивый мужик Сократ. И в этом смысле нет человека более близкого к естественной цели, чем Сократ. Хорошо. Давайте мы на этом остановимся. И я поспрашиваю, есть ли у вас какие-нибудь вопросы и замечания, а потом мы вернемся и дочитаем вторую. Крайний аргумент с лошадью, потому что все-таки даже ее хорошесть мы можем измерить в том плане, сколько она приносит дохода. Нет, сколько она приносит дохода, это правда, но она ведь не приносит его себе. Мы можем измерить стоимость лошади. Отлично. Но Сократ не говорит о лошади. Прочтите еще раз этот отрывок и найдите решающее смешное слово, которое нас будет интересовать. И я сразу скажу вам, что доктрина, высказанная через это слово, решающая доктрина, которую продвигает классическая политическая философия, сократическая, это доктрина издевка. Прошу вас. Зановить, да? А если вы можете найти решающее слово самостоятельно, пожалуйста. Наверное, нет. Хорошо. Начните с момента, где Сократ видит лошадь. За ней увиделся, что много зрителей, некоторые, как я услышал, вели о неоживленной разговоре. Я подошел к конику и спросил, много ли денег у лошади? Он глянул на меня, как даже на сумасшедшего, раз я предлагаю такие вопросы, сказал, как же у лошади могут быть деньги? Тут я воспрямил духу, мы слышим, что позволительно стало быть и бедной лошади быть хорошей, если у нее душа природы хорошая. И вы услышали ключевое слово? Да, душа. Душа, естественно. То есть вы понимаете, что Сократ абсолютно несерьезный, потому что душа лошади это даже не пифагорейство, душа лошади это какой-то ад. Теперь о хорошем. Доктрина о душе выставляется, и мы с этого начинали, но давайте я попробую еще немножко вернуть вас в начало, чтобы вы лучше понимали ситуацию. Задача Сократа, как мы видим из обвинения, которое выставляет обвинители, то, чем Сократ занимается, заключается в совращении молодых людей. Это не просто совращение всякого молодого человека. Естественно, нет. Мы видим, что его ученики это молодые, богатые, красивые и родовитые, в смысле аристократы. Представьте красавца Алкивиада, из-за красоты которого за ним ухаживают даже уже замужние женщины и ухаживают открыто, за которым тащится половина мужчин. И вот этого Алкивиада Сократ должен соблазнить. Теперь представьте, рядом с этим молодым, красивым, высоким, богатым, успешным, родовитым, этого старого, толстого, вшивого урода. Как этот уродец, который никогда не был красивым в своей жизни и, естественно, некрасив сейчас под старость, должен соблазнить этого прекрасного юношу? Ответом на этот вопрос, очень коротким, в смысле очень неполным и едва ли правильным, но двигающим вас в верном направлении, на мой взгляд, заключается предрассудок, который закрепился благодаря Сократу и существует до сих пор благодаря Сократу. Это предрассудок о том, что главное не какой-то снаружи, главное какой-то внутри, то есть главное какая у человека душа. Был бы человек хороший, а внешность это второстепенно. Нет, это Сократ придумал, чтобы соблазнять красивых юношей, потому что он не мог их соблазнять другими средствами. Философия придумывает доктрину о душе, чтобы Сократ мог всем объяснить, какой он прекрасный и замечательный на самом деле, и тем самым совратить молодежь. Удивительно, но прошло две с половиной тысячи лет, а этот предрассудок все еще существует и живет. Мы должны с вами в ходе работы на тексинофонте, в частности, этот предрассудок опровергнуть и посмотреть, что на самом деле имеет значение. Потому что очевидно, что если люди естественные существа, естественная красота является частью естественной цели. И тот, кто более красив, тот ближе к естественной цели, чем тот, кто красив менее. В этом смысле Сократ не соблазняет уродливых юношей, потому что они автоматически дальше от естественной цели. Сократ соблазняет только красивых. Простите мне мою теладу, да, еще какие-нибудь вопросы перед тем, как мы, да, конечно. Я хотела выяснить, во-первых, контракт, о котором вы говорили. Это контракт, чтобы учить или научить? Конечно, 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 это контракт о том, чтобы научить. Никто не пойдет учиться. Цель, а не платить? Конечно. Хорошо. Еще один вопрос относительно экономики. Если там сапожник, лекарь и так далее, и так далее, и так далее, делают все не ради сапог лечения, и так далее, и так далее, и так далее, а ради цели заработать денег, то это как бы немножко странная для меня личная дезиска, потому что если мы вернемся, точнее, не вернемся, а обратимся к Эристотелю, то мы определяем нечто через ближайшую причину. И ближайшей причиной действия сапоги будут сапоги, которые он делает. А если мы говорим, что причиной является заработать денег, то это тоже цель. Но это цель другого порядка. Это цель второго порядка, если угодно. Он не получит денег, если не сделает сапоги. Он не сделает сапоги, если не сделает сапоги, да? Он денег не заработает сапоги. Да, естественно. Смотрите, две моих попытки ответа. Первое. Телеология подразумевает один предмет, одна цель. Поэтому не может быть двух целей, может быть только одна. И одна цель – это конечная цель. Конечная цель – просто выжить. Не-не-не-не. Понятно, что конечная цель каждого человека, можно сказать, просто выжить. Хотя Эристотель с этим не будет согласен. Конечно. Но цель занятия всегда только одна. Их не может быть две. Не цель человека, а цель занятия. Значит, ближайшая. Значит, сделает сапоги. И рассыпается на цель сделать подошвы, цель сделать подметки. Сапоги. Подождите. Не-не-не. И тогда ближайшая цель – это что, сапожник, делающий подметки? Конечно. Конечно. Ровно наоборот. Иерархия не к ближайшей цели, а к единственной. А она только одна. Куда я могу вас отослать? Это второе мое замечание. И Аристотель, первая книга политики, где Аристотель прямо пишет, что появление искусственных денег после естественного обмена превращает экономику в искусство искусств. И самое страшное заключается в том, что экономика – это бесконечное искусство. А вы не о политике говорили, что это искусство? Нет. А в Никоматской слове? Это первая книга политики. И помните, что любая этика, и с этого начинается одна из этих, по-моему, я не помню уже какая, с вот и в Господе, что любая этика подчинена политике. Никомат. Вот. Именно поэтому то, что Аристотель говорит во всех трех этиках, является второстепенным по сравнению с тем, что он говорит в первой книге политики. Еще какие-нибудь замечания? Все, тогда давайте прервемся, а потом вернемся и постараемся прочитать первую книгу.